Приветствую вас. Сначала хотелось бы подтвердить, сказанное уже коллегой, о том, что советов действительно психологи не дают. Ну, то есть, за советом вы вполне могли бы обратиться и к вашим друзьям, и к вашим родственникам, и даже, наверное, к самому мужчине. Поэтому, если вы обратились к нам на ресурсы, если вы написали в раздел «Психологию», то это значит, что вы пришли не за советом, а за определенного рода рекомендации. И вот с рекомендаций я бы пошел и хотел бы начать. Ну, во-первых, вы пишите, что у мужчины, с которым вы прожили 4 года, были постоянные запои. И вообще говоря, вообще говоря, вот уже в этой фразе, в этой части вашего сообщения, вашего письма, есть некоторая, на мой взгляд, неточность. Точнее, недостаточно полная информация. У мужчины были запои, когда вы начали с ним жить? Знали ли вы о том, что у него есть проблемы с алкоголем, ну, до того, как начали с ним жить или нет? Это, ну, вообще-то очень важный момент, потому что объективно, вот объективно, если вы знали, что это одна линия поведения, если вы не знали, это совсем другая линия поведения. И нужно понимать, что при различных обстоятельствах рекомендации вам, они сами по себе будут тоже разными, тоже другими. Поэтому давайте вы для начала постарайтесь ответить вот на этот вопрос. На вопрос, связанный именно с тем, знали ли вы о том, что у мужчины есть проблемы с алкоголем? И когда устали, на что надеялись, ну, на что надеялись, ведь вас же что-то заставляло с ним все равно находиться вместе, значит, на что вы надеялись? То есть, получается, что плюсы мужчины для вас перевешивали его минусы. И нужно определить, насколько субъективными является ваше представление о плюсах мужчин. То есть, я бы даже сказал так, насколько важны для вас достоинства этого, ну, вашего гражданского мужа. И насколько эти достоинства отвечают тому, чего вы хотите. И каково количество ваших желаний, личных желаний, реализуется через вот эти вот плюсы мужчин. Условно говоря, речь идет о его значимости, о его значимости для вас. И вот эту значимость нужно снизить, нужно представить себе как более объективную реальность и понять, что если, например, человека вы любите, если, например, человеку вы желаете счастья, вы желаете ему добра, вы желаете ему только лишь хорошего, ну, самого хорошего, то на данный момент мужчина явно счастлив. На данный момент у мужчины явно все хорошо. И, простите, ваша реакция, это очень сильно напоминает реакцию, связанную с, ну, я бы сказал так. Реакция связана с, реакция у вас связана с тем, что вы что-то для себя перестали получать, ну, вот вторая часть вашего сообщения. Это то, что вы перестали для себя что-то получать. Далее, значит, вот вы пишите право-выводы, ну, право-выводы вам довольно подробно ответили уже. Вот вы хотели вернуться к мужчине. Для чего? Каков у вас мотивационный блок, ну, то есть, совокупность мотивов, что двигает, толкает вас к тому, чтобы надеяться, что мужчина сделает выводы. Ведь алкоголизм – это серьезная болезнь, и просто так человек от нее не избавляется. Ничто не указывало на то, что он собирается лечиться от этой болезни или как-то с ней бороться, но, тем не менее, вы надеялись, что он сделает выводы и думает к нему вернуться. Что вас к этому вподвигло? Это тоже важный момент. Далее, вы пишите, что после того, как он нашел другую, вас нанесло даже справиться, не могу даже справиться с собой, сплачу, корю себя. За что? Корите себе, кстати говоря. Тоже очень интересный момент. За что вы себя корите? Что, по вашему мнению, вы сделали не так и почему? Чем вызвано ваше чувство вины? Продиктовано ли оно только тем, что вы, по вашему мнению, что-то для себя потеряли, по вашему мнению, вы что-то для себя упустили и так далее. Далее, хочу, чтобы вернулся. Для чего, зачем? Чтобы у вас все было так же, как раньше? А вспомните причины, по которым вы от него ушли. И подумайте, исчезли ли эти причины? Реально, и по факту исчезли ли эти причины, по которым вы ушли от мужчины? Далее, если он нашел другую, что это означает? Вот просто постарайтесь подумать, что означает тот факт, что мужчина нашел себе другую девушку. Во-первых, это то, что он не так уж и сильно вами дрожит. Я надеюсь, вы это понимаете. Если бы он маме дрожил, он хотел бы вас, ну, как минимум, хотел бы вас вернуть. Если бы маме дрожил. Далее. Если он готов поменять вас на другую, значит, он понимает, что раз вы ушли, значит, с вами у него ничего не получится, и он просто-напросто нашел вам замену. То есть он не готов меняться. Вместо того, чтобы меняться самому, он ищет ту, кто примет его таким, какой он есть. А это значит, что причины, по которым вы ушли, остались. Они никуда не делись. Мужчины ничего для себя не извлек, не понял, не сделал выводов. И, соответственно, то, что вам сейчас движет, это не что иное, как, по сути дела, именно ваше субъективное стремление к тому, чтобы быть с ним. Но вы не хотите быть с ним прямо вот в контексте, ну, знаете, как, в контексте своих желаний. В контексте желания сделать его счастливым вы с ним быть не хотите. А хотите вы быть с ним только лишь в контексте своих собственных желаний. И тогда эти собственные желания вам нужно удовлетворить. В контексте собственных желаний вам нужно привести себя в свою мотивационную сферу гармонии, чтобы не быть зависимой от мужчины. И, собственно говоря, снизить свою значимость для себя. То есть его значимость для себя. Вот, это то, что можно вам порекомендовать. Далее, депрессия – это психическое заболевание, которое диагностируется врачом. И до тех пор, пока у вас этого диагноза нет и не назначено лечение, нельзя говорить о ней, о депрессии. Можно говорить о том, что у вас депрессивное состояние, но выйти из него можно через работу над этими моментами. И параллельно, чтобы вы старались отлично общались с другими мужчинами, взаимодействовали с другими мужчинами. Также, чтобы вы получали большое количество впечатлений и побольше уставали. И здесь нужно заставлять себя работать, заставлять себя что-то делать, заставлять себя получать новые впечатления, заставлять радовать себя. Ну, это чисто так, внешние проявления того, что вам нужно делать. Но без проработки всего того, о чем я сказал, без глубинной проработки этого, Вряд ли эффект от внешних поведенческих моделей у вас будет достаточен, чтобы справиться с проблемой, которая у вас есть сейчас. То есть, если вы не понимаете, что мужчина, найдя другую вместо вас, по сути вас бросил и неоценим, и если вы все равно хотите быть с ним, то это означает, что у вас проблема с самооценкой есть. А если есть проблема с самооценкой, то нужно повышать ее уверенность в себе, осознание ценности собственной и так далее. И это очень важно, ведь по какой-то причине у вас с этим тоже есть проблема. Может быть, именно это и спровоцировало то, что вы выбрали данного мужчину. С этим еще нужно разбираться, откуда и почему у вас такая самооценка, и как вы вообще к себе относитесь, как вы вообще себя воспринимаете. Это тоже очень важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok